Во второй части мы поговорим, что такое риск и что такое управление рисками. Для начала нам важно определиться с терминами. Риск для целей нашего с вами обучения, несмотря на то, что существует большое количество официальных определений, они некоторые сложнее, некоторые чуть проще, для целей нашего с вами обсуждения я выбрал некое нейтральное определение, которое достаточно хорошо передает сущность, что же такое риск. Главное, позволяет нам понятно и просто этими рисками управлять. Так вот, для целей нашего с вами обучения, риск это неопределенное событие, внешнее или внутреннее, которое влияет на достижение целей компании. Каждый риск при этом имеет понятные причины и последствия, и уровень риска, то есть его угроза, оценивается через ущерб и вероятность. Здесь есть несколько ключевых моментов, на которые бы я хотел обратить внимание. Первое, риск это неопределенное внешнее или внутреннее событие. То есть событие, которое имеет понятный ущерб, и ущерб может быть как финансовый, так и репутационный, так и человеческий, влияние на человеческую жизнь, или человеческое здоровье, или влияние на экологию. И, так как это событие неопределенное, есть вероятность. То есть это событие может произойти, а может и не произойти. Пока мы не уверены и не можем достоверно сказать, что оно точно не произойдет или точно произойдет. И второй момент, самый, наверное, главный, это то, что риски всегда должны быть связаны с целями. Например, если ваша компания не ставит цель выхода на азиатский рынок, то вас в принципе, как руководителя компании, не должны особо беспокоить риски, связанные с азиатскими рынками. Соответственно, для нас риск это неопределенное событие, которое может негативно отразиться на достижении поставленных нами целей, и риск выражается через ущерб и вероятность. Обо всем этом мы еще чуть подробнее поговорим. Но для начала я хотел поделиться с вами одной интересной очень картинкой, для того, чтобы опять же попытаться ваше сознание поставить в правильную перспективу. В верхней части вы видите то, как мы обычно себе видим достижение целей. Мы видим себя в текущем состоянии, мы видим где-то в будущем цель, и мы к этой цели двигаемся. Нижняя часть картинки, и я просто обожаю эту картинку, нижняя часть картинки это то, как жизнь выглядит на самом деле. Гигантское количество препятствий, совершенные различные неопределенности, вещи, которые могут пойти в нашу сторону, а могут пойти и против нас. Вещи, которые нужно так или иначе учитывать. При этом очевидно, что предвидеть все абсолютно нереально. Управление рисками это не предсказание будущего, не предвидение будущего. Это скорее настройка на то, чтобы быть готовым к различным родам неопределенностей, и уметь как-то вовремя отреагировать. Но для того, чтобы протестировать немножко вот эту вот концепцию, что же такое риск, я хотел предложить несколько примеров, которые с вами обсужу, и попытаемся определить, хорошая это формулировка риска, плохая формулировка риска. Как насчет первого примера. Появление на рынке новых конкурентов или конкурента, действия которого способны привести к сокращению продаж и падению прибыли компании. Ну, тут сразу вам скажу, что несмотря на то, что я это писал, и поэтому ни в коем случае не претендую на то, что это идеальная формулировка, это неплохой пример. Здесь есть и неопределенное событие, и оно влияет на цель компании и может привести к определенным последствиям. Поэтому, да, здесь можно поставить галочку. Как насчет следующего. Валютный риск. Здесь немножко интереснее. Несмотря на то, что валютный риск является, в принципе, термином довольно-таки устоявшимся, и понятно, что он подразумевает какой-то эффект от колебания курса валюты, с точки зрения определения, это не очень хороший пример, потому что он слишком широкий. Потому что валютный риск может подразумевать как минимум три совершенно различных вещи. Например, если вы закупаете сырье за границей, и курс изменился в одну сторону, то вам вдруг стало закупать сырье из-за границы дороже. А если вы наоборот продаете готовую продукцию за границу, и курс изменился в обратную сторону, то вдруг вы стали меньше денег получать в результате ваших продаж. Ну и третье, если у вас есть какие-то активы за границей, и вы планировали их в конце года продать для того, чтобы инвестировать обратно в Россию, а курс изменился, опять же вы немножко в проигрыше. Поэтому лучше конкретизировать, потому что валютный риск совершенно непонятно о каком из этих трех конкретных рисков идет речь. Теперь как насчет следующего примера. Финансовые и репутационные потери. Но это на самом деле вообще не риск. Это последствия. Как вы помните, у любого риска есть причины и последствия. Так вот это последствия, причем абсолютно любого риска. Любой риск может привести либо к финансовым, либо к репутационным последствиям. Человеческий риск. Четвертый пример. Наверное, тоже не очень хороший, потому что совершенно непонятно о чем идет речь. Что это? Нехватка компетенций, мошенничество, текучесть кадров, ошибки какие-то персонала. Слишком-слишком широкое, непонятное. Следующий пример. Резкое падение продаж на основную продукцию. Наверное, скорее все-таки не риск, а является причиной какого-то реализации какого-то риска. А может быть и последствия реализации какого-то риска. И последний пример. Падение спроса на продукцию по причине появления новой, более конкурентоспособной технологии. Пожалуй, да. Это действительно неплохая формулировка риска, хотя, опять же, конечно, не претендуя на идеальную. И вот, собственно, подтверждение разноцветными галочками, чтобы у вас в голове это как-то зафиксировалось. Теперь интересный совет. Если и даже не если, а когда, когда вы соберетесь внедрять систему управления рисками в своей компании, в своем проекте, в своей жизни, в конце концов, очень важно понимать, что далеко не всегда обязательно называть вещи своими именами. Вы должны понимать, что такое риск, но при этом совершенно не обязательно называть риски рисками. Ведь зачастую, особенно речь идет о общении между собственником или руководителем и подчиненными, если спросить человека, какие риски он видит в проекте или в своей деятельности, к сожалению, к сожалению, из-за того, что у нас так глубоко в сознании сидит, что риск это что-то негативное, к сожалению, человек, скорее всего, ответит, что он никаких рисков не видит. И это, конечно же, не является правдой. Риски есть всегда. Вопрос в том, видим мы их или не видим. Многие люди отказываются их видеть, к сожалению, из-за того, что у них какие-то внутренние барьеры, которые мы еще с вами не успели сломить. Так вот, для простоты понимания можно заменить слово «риск» на любое другое, удобное и подходящее по смыслу. Угроза, проблема, подводный камень или любой другой термин, который понятен именно вашим сотрудникам, вашим знакомым. Это все, что я хотел рассказать с точки зрения, что такое риск. Довольно-таки быстро и понятно. Теперь важный момент. Что же такое управление рисками? Рисками можно управлять интуитивно. Но я попытаюсь вам в следующей части показать, почему интуитивное управление рисками не очень хорошо. Ну, а чтобы даже, наверное, быть честными с вами, не то, что не очень хорошо, а очень-очень плохо. Поэтому единственная альтернатива, единственный ответ на те ментальные ловушки, которым подвержен каждый из нас с вами, является системный подход. И системный подход состоит из пяти этапов. Вот, собственно, те пять этапов, о которых мы будем говорить, те пять способов защиты вашего бизнеса от рисков. Это, один, выявление рисков. Второй, анализ и их приоритизация. Третий, воздействие, управление рисками. Четвертый, мониторинг ситуации, не появились ли какие-то новые угрозы. И пятый элемент, это развитие и внедрение некой культуры, некой культуры управления рисками в сознании ваших сотрудников, ваших подчиненных и тех, кто вас окружает. В завершение, хотел бы поделиться с вами цитатой великого ученого. Все должно быть сделано так просто, как только возможно, но не проще. Это очень важно для управления рисками. Существует большое количество математических способов усложнить, усложнить до абсурда иногда. Управление рисками, нам с вами этого делать не нужно. Я буду рассказывать только о тех практических инструментах, которые за последние 11 лет доказали свою жизнеспособность. Очень многие инструменты, которые так широко описывались в международных стандартах, которые я когда-то по наивности, наверное, своей в молодости рекомендовал как консультант, когда я работал в четырех разных странах. Многие из этих инструментов не доказали своей жизнеспособности, не доказали своего практического применения, поэтому сегодня мы будем говорить только о том, что по-настоящему актуально. Итак, если вы уже об управлении рисками слышали или уже понимаете достаточно, то я вам всегда рекомендую обращаться на наш сайт www.risk-academy.ru для того, чтобы там скачать совершенно бесплатно все шаблоны, которые вам могут быть необходимы. Ну, а в следующей части мы поговорим о ментальных ловушках управления рисками и конкретно о тех способах, тех инструментах, очень прикладных инструментах, которые можно использовать для того, чтобы выявить риски. Потому что какой самый большой риск на этапе выявления рисков? Правильно, не увидеть какую-то существенную угрозу. Так вот, существует несколько очень практичных, причем последовательных шагов для того, чтобы эти риски выявить. Продолжение следует...